Районный масштаб 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 В то, что власть в городе есть, есть она в районе, это действенная власть, к которой надо обращаться. И очень многие вопросы мы уже от начала и до полного решения решаем, если так можно, да, вот, решаем на уровне как районной, так и городской. Понимание есть между районной властью, городской и областной, да, мы все воедино, в конце концов, пытаемся все сделать для того, чтобы людям немножко жилось лучше. День ото дня, понарастающие. Раз. А второй момент, для этого, ну, может быть, много депутатов стало, да, 284. Но они на местах, они вот уже ближе, да, к лидерам? Задача такая, что если раньше на одного депутата приходилось до 30 тысяч населения, то сейчас 4-6. Ну, как вот, если не хвалясь, наверное, да, то действительно складывается так, что я на своем округе чуть ли не всех уже знаю в лицо. Ну, и меня, наверное, большинство. Как-то здесь получается понимание. Значит, касаясь опять вертикали власти, как формируется, да, во-первых, во власть, как создавался механизм, да, привлекались в основном состоявшиеся люди, которые готовы, которые понимают уже, как устроена наша жизнь и готовы большую часть, какую-то часть значительно уделить решению проблем не только своих, но вот именно для людей, да, имея возможности, имея на это желание, в первую очередь. Ну, поэтому я отношусь так, что надо жизнь любить, да, и вот людей любить. Да, конечно. Да, и все так говорили. Правильно. Притекает на территории района. То есть, вот, то, что вы перечислили, здесь вот и плюсы, как плюсы, так и есть и проблемные, да? Да, я бы в данном случае хотел бы еще добавить, да, вот мое отношение, да, к советскому району, и я об этом жителям говорю и власти довожу, да, позицию. Вот советский район, да, вот советский район, это рабочая слобода в основном, да, а здесь когда-то в период его становления сосредоточена была промышленность, ну, основная, кировские тут немножко, советские, вот главные районы. И у нас население, это то, которое посвятило свою жизнь, да, для достижения нашего развития, начиная с победы, да, с большого вклада, вот, и дальше. Но на сегодняшний день, вот, эти наши уникальные люди, которые, как говорится, блоху готовы были подковать, могут ее, да, в новых условиях они столкнулись с тем, что, вот уж извиняюсь, да, но с белыми воротничками им сложно общаться, да. И для этого. Для этого, как раз, да. Проводится рекорд в местном управлении, да. Поэтому у нас вот, да, такое вот в районе, это уважаемые люди за счет своего труда, да, и уникальность того, что на сегодняшний день, они, будучи сильными на производствах, оказались в том состоянии, что их надо поддерживать. Поэтому я вот еще раз и хочу заверить наших жителей, что власть в районе есть, в городе есть, обращайтесь, будем решать, ну, максимально все вопросы. Да. Ну, давайте сейчас посмотрим ролик о достопримечательностях и особенностях советского района, и потом продолжим разговоры. Советский район образован в августе 1939 года. Его территория 48,5 тысяч квадратных метров. Здесь проживает более 176 тысяч человек. По своему экономическому потенциалу и численности населения, Советский принадлежит к числу районов с развитой промышленностью и инфраструктурой. Причем количество предприятий организации района увеличивается с каждым годом. Сегодня их около 8 тысяч. В районе развитая транспортная сеть. Еще в 90-е здесь открыли 4 станции метрополитена, позже еще одну. В Советском 16 учреждений культуры. Парки Победы и Дружба, Американские горки, Дом культуры Заря, Дворец ветеранов, сквер имени Чехова и Маяковского стали визитной карточкой Советского района. Общественные объединения района представлены ветеранскими организациями, ТОСами, Епархией, Приходами, Мечетью. На территории Советского района располагаются 26 муниципальных общеобразовательных учреждений. В конце 2013 года в районе произошло долгожданное событие. Впервые за последние 20 лет открылся новый двухэтажный детский сад на 200 мест. В 2014 году Советский район отметил свое 75-летие. К этой дате были приурочены праздничные мероприятия и масштабное благоустройство. С точки зрения истории Советский, совсем молодой район, но его роль и потенциал в жизни областной столицы имеют неоценимое социальное и стратегическое значение. Вячеслав Николаевич уже начал говорить о проблемах. Я услышала, что были промышленные предприятия. Сейчас людям нужно помогать и поддерживать, откликаться на то, что нужно. Анна Сергеевна, вы как представитель районной власти, что видите, какие проблемы и, главное, какие есть механизмы отработки таких обращений жителей и решения проблем? Безусловно, для руководителя района, для главы администрации Владимира Витальевича Сафронова, безусловно, все проблемы важны. Невозможно выделить актуальных, и, наверное, следует выделить первоочередные. И, безусловно, они будут касаться сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Потому что, решая их, это мы, соответственно, от их решения зависит комфортное проживание наших жителей. Соответственно, если выделить вот эти первоочередные проблемы, то к ним мы отнесем ремонт внутриквартальных дорог. Вот для меня, как заместитель по социальным вопросам, еще и очень волнует вопрос подъездные пути, пути подхода к моим учреждениям в социальной сфере. То есть, тоже требуют решения. Асфальтирование дорог частного сектора после того, что поступает огромное количество обращений в этом направлении. Строительство освещения, озеленение, то есть опиловка аварийных деревьев, состояние нашего жилищного фонда. Потому что у нас есть и ветхое аварийное жилье, и много-много квартирных домов, которые требуют капитального ремонта, и, соответственно, больших финансовых вложений. Ну и можно выделить вопросы износа инженерных сетей. И у нас тоже очень остро стоит вопрос ливневых канализаций. Вот это мечтало. Да, 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 мы перейдем к депутату, потому что всегда называют очень много проблем, и всегда лидирует вот эта сфера ЖКХ. Но, конечно, важно все это озвучивать, но важно знать, как можно их решать. Есть ли средства? Как отрабатывается все это? И вот мы, наверное, к Вячеславу Николаевичу перейдем, как вот проблемы районного масштаба доходят до уровня города, и, может быть, даже выше, для того, чтобы их решать. И все это связано, конечно, с финансированием и так далее. Но к бюджету района мы тоже перейдем. Так как у нас опять, ну, как бы сказать, вот система местного самоуправления, да, стержневая идет, то как позитивная, я уже отмечаю тот момент, что власть передается на не только 34 депутатам, да, 4-6 там тысяч населения, но и на каждый район, да, советский, там порядка 200 тысяч. А население все-таки из Москвы узнать проблемы нашего района, а равно, по сути дела, из миллиона 200, да, миллиона 200 тысяч населения Самары, уточнить проблемы района очень сложно. И вот на сегодняшний день, какие позитивные, мы пока только ощущаем, вот к ним подступаемся, да, к проблемам, а именно, вот вчера мы как представители городской власти, да, контрольный комитет, мы выезжали вчера на проверку ремонта внутриквартальных дорог, о чем Анна Сергеевна сказала, да. Так вот, какая проблема была, и, наверное, мы ее решим в ближайшее время, а именно, вот раньше техзадание готовилось таким путем, что на определенное количество квадратных метров, если деньги на это дали, то районная администрация должна была оперативно определиться вместе с депутатами, какие территории попадают под ремонт, так как все-таки мы не должны забывать, что Россия, это вот весна немножко, лета мало и в основном зима, да, вот она всегда неожиданно захватывает нас, пока мы что-то между собой пересогласовали, как говорится, уже зима. Вот мы вчера выявили, что, когда писалось техзадание по линии городской власти, то учесть количество колодцев во дворах было невозможно, раз. А мы вчера, вот вопиющие, так сказать, ситуацию, с которой выявили, да, как депутаты, это один подрядчик, чтобы уложиться в назначенные сроки, они закатали полностью все колодцы во дворе асфальтом, их больше нету, там ровно все. Это психология этого человека, понять вот мне, в принципе, невозможно. У депутатов районного совета есть такие контрольные функции, они могут, если знают, что вот на этом участке проводится ремонт, и не доверяют, может быть, вот этим подрядчикам? Значит, это все есть, да, вот информация медленно доходила, какой подрядчик, с какого времени он приступит. Мы опять же вот столкнулись с этой, ну, тупейшей ситуацией, это в какой-то мере даже, наверное, хамство, да. Почему? Потому что до 1 октября должны были завершиться работы, да, 26-го он еще не начинал. Ну, хамит, у меня еще есть время, вот проверить как бы нечего. Ну, и, естественно, все-таки вот та боль сердечная, так, наверное, можно выразиться, да, которая должна как бы хотя бы теоретически быть, в том числе и у депутатов, да, за вверенную, вот ему, за вверенную территорию, она как раз бы и позволяла вот в этой корпоративной культуре представителю администрации своевременно выйти и сказать, товарищ, ты не туда нас ведешь, ты нас приведешь в тупик к этому означенному, ну, и то, что мы тебе не отдадим деньги, это уже даже второе. Вот неприемлемость должна быть выработана. Да, да, да. И она может быть только лишь за счет того, что опять районные, районная администрация на следующий год, да, мы сейчас вот та же позиция по внутриквартальным дорогам, но мы подготовим тех заданий с учетом того, что определятся конкретные дворы, раз, в этих конкретных дворах мы будем знать все коммуникации и будем проводить, добиваться, будем проводить торгов не на количество метров, которые надо постелить, а вот на обустройство именно этой территории с заданными вот такими вот проблемами, да. Понятно, да. Поддерживаю вас вот именно в этом отношении, потому что действительно есть нарекания, вот именно на качество, вот не зря я сказала про контрольные функции, потому что мне хочется, чтобы вот все депутаты вот района трепетно вот к своему месту относились и при производстве каких-то работ участвовали в этом в качестве контролеров вот именно, чтобы вот именно контролировали. Кстати, вот вы сказали уже, что их стало больше, и есть очень хорошие депутаты, мы познакомились, вот ездили в райсовет Советского района с председателем комитета по жилищным, имущественным и земельным вопросам Юлией Захаровой, мы поговорили с ней, я предлагаю послушать о том, как она рассказывает о работе райсовета, и потом мы продолжим. В первую очередь это, конечно же, защита интересов жителей. То, что их стало больше, территория, которую мы охватываем по сравнению с прошлым составом, она, соответственно, стала меньше. Допустим, территория второго округа, где я являюсь депутатом, то есть у меня 191 квартирный дом и 136 домов частного сектора. Это 7,5 тысячи избирателей. В любом случае инициатива должна в первую очередь исходить из жителей. Мы являемся таким своеобразным локомотивом, который толкает жителей на решение их же проблем. То есть все проблемы жителей депутат решить не может. То есть мы можем их решить только совместно. Проблемы это, конечно же, вопросы ЖКХ, благоустройство территории района, организация парковочных мест, освещение. В первую очередь это все начинается с объезда территории. То есть нужно посмотреть, все ли на территории в порядке. То есть вплоть до того, что каждую контейнерную площадку. Если где-то что-то, не убрана контейнерная площадка, то тут же сразу вся информация передается в администрацию советского района, в отдел ЖКХ. То есть ставится, скажем так, на своеобразный контроль. То есть это делаются фотографии, и все отправляется в администрацию. Все подрядные работы, которые происходят на территории района, что это установка ограждения, что это опиловка, то есть эту работу обязательно контролируют депутаты. То есть если что-то не устраивает, это все переделать в любом случае. Я считаю, что наш район стал гораздо чище, благоустроеннее. То есть работы идут, а они и будут продолжаться. То есть это можно заметить. Чтобы решать все вот эти проблемы, которые вы многочисленные перечислили, в том числе и сферы ЖКХ и благоустройства, нужны деньги. Вот сейчас самое главное, наверное, изменение, то, что у района появился свой бюджет, и с этим как и позитивные изменения пришли, так и, наверное, тревожные. Тоже вот сколько будет денег, как мы их соберем. Скажите, пожалуйста, Анна Сергеевна, как все-таки формируется этот бюджет в районе? Из каких источников? Какие усилия прилагает администрация, чтобы он был больше наполнен? Ну, на 2016 год у нас утвержден бюджет, он утвержден нашим районным советом депутатов. Он формируется за счет налоговых поступлений, то есть это доходы от уплаты земельного налога, у нас остается 10% в нашем бюджете, доходы от уплаты налога на имущество физических лиц, там у нас остается 50%. Далее, это не налоговое поступление, это у нас денежные штрафы, это у нас здесь хорошо работает административная комиссия нашего района. И третья такая составная, это безвозмездное поступление, то есть дотация из городского областного бюджета. Вот в таких целях мобилизации денежных средств в бюджет района у нас создана балансовая комиссия, у нас действует межведомственная рабочая группа, и они соответственно работают по плану увеличения доходов в наш бюджет советского района. У нас подписано соглашение с налоговой инспекцией нашего района, у нас подписан совместный план действий, то есть к нам поступает информация из налоговой инспекции у тех организаций, которые не добросовестные плательщики налогов, и далее уже комиссия работает с этими организациями. Я могу сказать, что за 9 месяцев у нас бюджет района, в результатах работы такой комиссии от налогов поступило 33 миллиона рублей, а работа нашей административной комиссии пополнила бюджет на 5 миллионов рублей. Ну, естественно, пока осталось время, промежуток доработать моменты. Ну, чтобы не сложилось такое впечатление, что депутаты просто ходят по улицам и ищут там какие-то вот такие прорехи, они же участвуют в бюджетной политике города и района. Это совместная работа, Вячеслав Николаевич, как они участвуют? Я, как бы сказать, принимаю ту политику, которая на сегодняшний день имеется, сложилась, но на спортивный манер опять надо рвать больше жажды. Поэтому мне бы хотелось, может быть, опять довести, так сказать, до населения, мою позицию, да, советский район, это промышленный район. Но, к сожалению, на данный момент местная власть не отвечает за развитие производства. Я вот пытаюсь там вплоть до того, что выйти с инициативой на 131 этот закон федеральный, который распределил полномочия. Поэтому то, о чем Анна Сергеевна сказала, ну вот на мой взгляд, конечно, я это принимаю и все, но это не очень побуждает к развитию, да, это вот земель, опять на физическом, Да, налоги собирать, да, вот такая вот... Есть над чем работать. Плюс, да, комиссия административная, да, все это вот так висит, так сказать. Посему буду как-то вот смотреть, чтобы люди проникались той необходимостью, что власть муниципальная должна собирать какие-то, опять же, налоги за развитие муниципалитета, вот этой территории. А развитие что? Это опять производство, да, в основе лежит. Но, тем не менее, от реалия, то, что Анна Сергеевна сейчас сказала, это те полномочия, которые переданы уже на местный уровень, на районы. Но у нас осталось образование, у нас осталась культура, у нас остался спорт. Вот в этой части взаимоотношений районных депутатов и городских, оно как раз необходимо, так как за эти направления отвечают на сегодняшний день городские власти и то, что надо привлечь деньги для обустройства школ внутри школьных территорий, да. Вот мы видели красивый сюжет по Дому культуры Золя, например, да, парки Победы, Дружба. Это опять по линии городского, городских департаментов финансируется. Ну и мы, как представители района в городе, да, вот обобщаем потребность от каждого депутата в обустройстве вот этих направлений, да, и уже на своем уровне, на городском, я имею в виду, добиваемся, лоббируем интересы вот нашей территории. Ну и как, конечно, хотелось бы отметить, может быть, и мнение жителей, да, парк Победы, который был 10 лет назад и то, что есть сейчас, да, это муниципальная власть. Парк Дружба из того, упаси бог, оказаться в том парке буквально 5 лет назад, да, преобразился в наш вот этот оранжерей, да, вот, это, конечно, прекрасно, да. Дом культуры Золя, я нашим жителям говорю, ребята, это не то, что куда-то надо стучаться, да, это наше, мы этим должны пользоваться, да. Ну, естественно, какие-то там процедуры соблюдаются, но, тем не менее, дом культуры Золя, да, руководители, как и департамента культуры, так и директора дома культуры, да, Золя, они всегда с пониманием относятся, и ко всем, я понимаю, да, вот, наше взаимодействие, опять же, с Анной Сергеевной, по ее направлению. Мы неожиданно оказываемся либо организаторами каких-то встреч с населением, либо приглашенными. И там, вот, неожиданно для себя встречаемся. Тут нас жители пригласили вот такие, здесь мы пригласили. Вот такое взаимодействие строится. Пока все на дружеской основе развивается, все хорошо. Ну, как вот я уже не первый раз говорю, все-таки реформа местного самоправления строится, основывается на таком треугольнике депутаты, районной власти и жителей. О них мы не будем забывать. И о том, как сами жители лоббируют свои интересы и как отстаивают. Мы сейчас узнаем из следующего сюжета о том, как хоть и небольшими масштабами территориями, да, 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 благоустраивают территорию вокруг своих домов и во дворах. Посмотрим. Видеть свой двор ухоженным и благоустроенным хочет каждый. Но, как правило, действуют и добиваются своего. Только самые активные жители. То, что нужно жителям, наиболее самоинициативные, те, кто хочет, как бы добиваются, приходят к депутатам, вместе с депутатом пишем обращения, входим в администрацию и вот таким образом строится работа. Депутаты у нас для того, чтобы власть была ближе к народу. Депутаты имеют тесный контакт как раз с жителями, с избирателями. Все заявки, просьбы, которые они направляются депутатам, депутаты берут на свой контроль. Марина Каргина – одна из немногих активных жителей дома. Чтобы решить какую-то проблему, ей часто приходится действовать в одиночку. Большинство пассивные, они в основном тычут пальцем на тех, кто, как бы, вот ты можешь, ты позвони, ты узнай, а сами делать никто ничего не хочет. Оградить детскую площадку от машин, заасфальтировать дорогу во дворе, провести опиловку деревьев – одни из самых частых обращений от жителей. На рассмотрение жалобы у районной администрации есть 30 дней. В некоторых случаях, таких, как спелоаварийных деревьев, приходится действовать еще быстрее. В том случае, если есть, собственно говоря, средства и контракт отторгован, есть объемы на выполнение работ, в этом случае стараемся в кратчайшие сроки выполнить работы, потому как каждый день промедление может привести к либо порче имущества, либо угрозе жизни жителей. Поэтому стараемся реагировать в максимально короткие сроки. Решить еще одну проблему во дворе по адресу физкультурная 15 удалось благодаря взаимодействию жильцов, депутата и районного департамента ЖКХ. Механизм для решения других задач благоустройства отработан. Хочется для детей, для себя, как бы. Здесь живем, наш дом, наш город, наш двор. Вот вы хотели, Вячеслав Николаевич, у нас живое обсуждение, там действительно механизмы отработаны, надо идти дальше. Вы что-то хотели добавить, да, по-моему? В данном случае, вот, да, еще раз я опять обращаю внимание на то, что власть есть и к ней надо обращаться, да. Вот, когда я встречаюсь с жителями, да, то всегда можно, если так можно сказать, проповедую, да, ту часть, что, как в Божьем Писании опять, в первую очередь просящему воздается все. Да, да, да. Поэтому я жителям говорю, поможем всем. Вы, пожалуйста, не считайте, что и к вам благо не придут. Но в первую очередь те, которые хотят этих, как можно быстрее улучшения жизни. И, знаете, это очень действенно. Вот если на каком-то этапе, когда начиналась программа «Двор, в котором мы живем», да, то побудить людей к тому, чтобы они заявились о себе, да, это представляло проблема. То на сегодняшний день, с учетом того, что, опять вот на примере, как взять нашего вот депутатского округа, да, мы отчитываемся перед населением, то, что делаем, они и видят это, да. На сегодняшний день еще бюджет района не принят в части обустройства внутриквартальных дорог, да, о чем там Насаргинова сказала. А вот ко мне на сегодняшний день, как к депутату, да, уже дворы, по сути дела, плечами друг друга, так сказать, пробиваются, чей двор попадет приоритетно. Я хочу уточнить, ведь этой программы «Двор, в котором мы живем», ее уже нет. Теперь вот нужно что-то новой формы искать, да, чтобы дворы благоустраивать? Ну, она как бы немножко реорганизовалась, но суть осталась примерно та же, да. А тем паче сейчас, когда переходят вот эти полномочия на районный уровень, то мы тяготеем к тому, чтобы много положительного из нее взять. Да, вот вы сказали, что вот важная инициатива жителей, да, и мне кажется, что очень важный момент здесь тоже и мотивация самих жителей, чтобы они проявляли инициативу. У вас, вот с вашей стороны, вот как депутаты, вы можете как-то поощрить активных жителей? Не просто говорить, давайте будьте уже активнее, и все будет хорошо. А вот вот этот посыл как-то... Если можно, да, на своем. В данном случае какая ситуация выходит, да? Опять вот по моему подходу, да. Во-первых, мне иногда видится, что депутат – это вот как в какой-то мере психолог, да? Да, кстати, не вы первый вот эту точку зрения высказываете. Люди, когда обращаются с проблемами, то они не должны оставаться один на один с своей проблемой. Вот поэтому я своим жителям, как на округе, да, со всеми вопросами можете ко мне идти. Вот. В этой части. Ну и второе, вот мы сейчас коснулись немножко программ «Двор, в котором мы живем», да? Или вот как мы в этом году поступили по благоустройству территории в советском районе. А 34 депутата, да? Люди должны все-таки знать своих депутатов. А сказать, что какой-то двор находится в более неблагоустроенном положении – ну, наверное, это ошибка. Они примерно все требуют благоустройства. Поэтому мы пошли по пути тому, что на каждый округ, по сути дела, определили возможность установки малых форумов. Правильно? Вот. По каждому округу. Ну, говорит, например, о таких проблемах, как спил деревьев, и сказать, что вот здесь вот погуще растет, а вот здесь вот поменьше. Мы знаем, что в городе только пухонесущих-то полей хватит еще на несколько там десятилетий. Пили, пили и пили. Установили ограждение, опять же, возле каждого дома. Это говорит лишь только о том, не… Во-первых, мы решили проблему жителей, да? А во-вторых, каждый из окна видит. Да, власть есть. Вот она явилась, да? С пильными деревьями. Например, если взять вот промышленности 299-й дом, да? Они… Мы им опилили, по сути дела, все деревья, да? Завезли много земли. И вторая часть вот этого вот взаимоотношения, да? То общественный совет у нас существует, Слободской, в советском районе. И мы вышли с инициативой к жителям поощрительного приза. Вот, дождалась ответа на свой вопрос. Поэтому, когда по весне, то мы подготовили специальное положение. Анна Сергеевна у нас там является заместителем председателя. Яка, получается, как председатель. ТОС участвует в этом деле. И мы определили, что будем поощрять по осени, как положено в России, по осени цыплят, да? Вот. Тех, кто в апреле, в мае посадил тюльпанчики, потом ромашки и хризантемами, как говорится, это все завершилось. Вот так вот весь сезон. И вы знаете, очень много домов откликнулось, да? Очень многие не только посадили цветочки, да? И обрезали кустарники и все прочее. Но уже флористика здесь присутствует в виде отдельных клумб специальных. То есть у нас состоялось сейчас подведение итогов, да? И вот мне, конечно, хочется еще раз довести до жителей советского района, да? Промышленности 303 дом. Сокол Ольга очень активная. Вот. Она стала победителем в данном конкурсе. Ну и, соответственно, поощрительный приз там в виде даже материальных. Это и рассада на следующий год, кому-то шланги для полива, кому-то шансовый инструмент. То есть это вполне было интересно, все хорошо. У нас несколько вторых мест по этому конкурсу получилось. Так как все-таки мы думали, первое, второе, третье место будет. А желающих оказалось значительно больше. Поэтому у нас несколько вторых мест, много третьих. И потом поощрительные для тех, кто это дом. И 159-й по Гагарине, 161-й. А значит, Днепровская 4. Я сейчас, как говорится, старших по домам не перечисляю. Хотя вот по адресам. Промышленности 305. Все это настолько вот даже больше того, что я иногда старших собираю, да, за чаепитием в приемные. И в то же время мы проходим с ними по дворам. И как-то вот пытаюсь им сказать, вот так надо, а вот такой же двор, вот так вот не надо. Одни и те же люди, но у одних амбрузия, у других цветы. Отношения. Знаете, я вот хотела бы дополнить, что сразу видно, заходя во двор, какие жители в нем живут. Активные или нет. Потому что в этом дворе всегда уютно, чисто, благоустроено. А летом это всегда цвет... вот двор утопает в цветах. И вы знаете, мы всегда благодарим таких жителей. Ставим их в пример. Потому что, ну, мы живем в общем доме. И зовется он советский район. И нас очень радует, что таких дворов в советском районе много. В адрес нашей телекомпании приходит много обращений от жителей абсолютно разных районов. Вот что из последнего было из советского. Мария задает вопрос. Кстати, она живет в дом 71, улица Победы. Возле нашего дома номер 71 растет несколько деревьев, которые вызывают опасения жителей. Писали, обращались в управляющую компанию. Они сказали, что это не их зона ответственности. Какие же меры нам теперь принимать? Вот конкретные... Я думаю, что мы уже это обращение возьмем в работу. Это один момент. А второй момент, может быть, еще, даже сейчас, вот опять, для населения, да. Администрация советского района, да, у нас Сафронов Владимир Витальевич, это доступный руководитель. Поэтому со всеми вопросами двери всегда открыты. Если вот немножко коснулось, так сказать, руководства района, да, то глава администрации, он по-военному выходит в поле, встречается с жителями на месте. Глава района Владимир Иванович, ну, у того... Как бы напоминает, что, где, когда, да. У всех своя специфика работы. Да, будет отвечать, он подпектует группы, те, которые решают те или иные проблемы. Точечно уже, да. И вот так как подход рачительный в районе, то мы сэкономили деньги в результате там проведения торгов. И на данный момент, до конца года, там будет еще разыгран тендер на реализацию порядка, там, миллиона восемьсот тысяч рублей на спил деревьев. Поэтому, если таковые проблемы в советском районе еще есть, уж извиняюсь, да, они есть однозначно, да, то народ побуждаем обновить свои обращения. Да, ну не стоит забывать об огромном социальном блоке, да, за который вот отвечает у нас Анна Сергеевна. Совсем недавно мы, наша съемочная группа побывала на юбилее лицея «Престиж». Предлагаю посмотреть этот сюжет и вот эту тему социальную продолжить. Уже четверть века в советском районе действует лицей «Престиж». Профильное образование в нем ведется по двум направлениям – физико-математическое и социально-экономическое. Начиналось все с учебно-производственного комбината, на его базе и был основан «Престиж». Депутат городской думы Валерий Барсук прекрасно помнит это время. Я сам был выпускником этого лицея, но в то время, в советское время, когда он еще был учебно-производственным комбинатом советского района. По классу ВМ я закончил, получил удостоверение. ВВМ это было будущее, мы все стремились овладеть знаниями. И сегодня без компьютера уже и без ВМ никуда. Все 25 лет лицеем руководит Вячеслав Васильевич Косарев. За это время в образовательном учреждении сложились традиции патриотического воспитания и спортивных занятий. Главная гордость лицея – медалисты и стобальники. И, конечно, стабильный профессиональный коллектив. У нас есть и заслуженные учителя, и отличники просвещения, и учителя высшей категории. То есть в этом плане все благополучно. Также контингент причащихся очень хороший. Дети мотивированные на учебу, дети мотивированные на воспитание. Родители также очень хорошо с нами сотрудничают. Команда сложилась очень хорошей за это время. У нас очень хороший директор. Мы все время ездим на всякие разные экскурсии. И он старается, чтобы наш лицей был лучше и все лучше и лучше. И красивее. Поздравить образовательное учреждение с юбилеем пришли представители администрации Советского района. Долгое время они эффективно и плодотворно сотрудничают. За время существования лицея «Престиж» за 25 лет у него было выпущено более полутора тысяч выпускников, более 166 медалистов. Они выпускают очень на высоком образовательном уровне наших выпускников, которые потом поступают в высшие учебные заведения. И в дальнейшем являются нашими гражданами гордостью нашего района и города. СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОГ Может быть, какое-то небольшое дополнение к социальному блоку? Какие перспективы все-таки? Что будет? Меня очень радует, что социальная сфера Советского района – это большая дружная семья. То есть, поэтому, безусловно, у нас много проблем, безусловно, много направлений перспектив. Мы вот здесь уже в программе затрагивали. Ну, которые будем решать совместно, да, Вячеслав Николаевич? Если бы мне хотелось, да, все-таки вот социальный блок, опять приоритет, да, что главное? Курица и яйцо – все-таки это производство. Я бы хотел вот социального чуть-чуть коснуться производства, да. А как социальное производство? Что вы имеете в виду? Потому что деньги на социальные могут быть только в результате развития производства. Поэтому, чтобы наше социальное развивалось, блок, то для этого надо, чтобы развивалось и производство. Поэтому при администрации Советского района создан Общественный совет по развитию предпринимательства и промышленности на территории округа. А лейтененко Леонид Михайлович возглавляет. И один из вопросов, которые сейчас, если услышали бы жители, да, особенно связанные с производством, да, то мы изучаем регламенты монополистов. Это отпуск газа дополнительного, отпуск воды, подключение к канализации, получение дополнительных мощностей. Так вот, если взять по регламенту данных организаций, да, то, в принципе, оперативно получить вот эти мощности пока не получается. Сейчас за неимением времени я бы ограничивался тем, что есть такой вопрос с повестки дня Общественного совета по развитию предпринимательства. Поэтому, если у населения есть проблемы, вот, связанные с подключением к воде, к газу, к электричеству, то, пожалуйста, все, либо ко мне непосредственно, да, депутат Городской думы Гришин, да, и либо в администрацию Критвиненко Леонид Михайлович. А сами, я вот, я хотела уточнить, предприниматели участвуют в благоустройстве, раз уж мы говорим, что это такая больная тема. Они как-то откликаются на призывы той же района администрации? Ну, безусловно, большая работа. Если можно опять, да, ну, как-то мне, просто по округу применительно, да, то мы вместе с жителями дополнительно уточнили еще, кто находится, особенно на первых этажах, да, вот, и побуждаем данных руководителей к заключению с администрацией договоров на содержание прилегающей территории. В этом году, вот, насколько там получилась инициатива, она с города пошла, но, тем не менее, да, вот эти вазоны, если можно так выразиться, да, их выставили в каком количестве большом. Утром уже не было, и цветы выставили, да, на территории советского района. Поэтому это как бы опять внутренняя культура должна быть корпоративная. За территорию отвечает район, отвечает управляющая компания, при этом, если будет чуть-чуть привнесено от каждого предприятия, да, ну, опять, делай, как я делаю, лучше меня, говорю, да, если вот взять на Заводском шоссе, мы там взяли тоже территорию прилегающую, дозвали ее смело Депутатская аллея. Ой, вот это вот хорошая инициатива. Там у нас летом цветы, летом у нас там даже страусы были. Да, ну, замечательно. Поэтому люди ездили к промышленным предприятиям отдохнуть, ну, и заодно проникались тем, что надо созидать. Спасибо вам, к сожалению, наше время подошло. Спасибо вам, что вы вот эту связь между депутатами, властью исполнительной и жильцами сегодня обозначили. Действительно, разглядели, что она есть и эффективна. Спасибо вам еще раз за участие в эфире. Я благодарю и зрителей за внимание. В следующий раз мы поговорим о промышленном районе. Следите за анонсами. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин